Термин сексуация, точнее концепт лаканской теории, он появляется в речи Лакана далеко не с самого начала его учения, в двадцатом семинаре, в котором Лакан представляет формулы, так называемые формулы сексуации, он говорит о них как о формулах сексуальной идентификации. И сам термин сексуации Лакан использует лишь однажды в семинаре «Le non dupe air» можно привести как «неодурачные блуждают». Там он скажет о том, что эти квантовые формулы сексуации могли бы быть выражены иначе, и каким образом он говорит о том, что существо, обладающее полом, не авторизуется иначе, как самим собой. Он скажет о том, что несмотря на то, во что мы упираемся при классификации мужчин и женщин на два пола, не мешает тому, что у говорящего существа, у существа, обладающего полом, есть выбор. И добавят Лакан, и об этом часто забывают, забывать не стоит, самим собой и некоторыми другими. Пробуем прокомментировать эту фразу, значит, и начнем с самого термина сексуация. Термин сексуация не обнаруживать в таких больших словарях, как «тирубэр» и «алитхэ». Единственное определение нам дает современная Википедия, согласно которой слово «сексуация» состоит из «сексюэ» – это глагол, значит, обозначать пол чего-либо, и «аксио», то есть действие «по». Можно говорить о том, что в 1974 году, когда Лакан признается это слово, напомню, единожды в своем учении, речь идет о нейлогизме. Однако же можно говорить о том также, что сексюэ – это обладание полом – это что-то, что отсылает нас скорее к биологии. В биологических словарях можно найти такое определение, как, например, гомета – это элемент, обладающий полом. То есть речь не о сексуальности, а именно о распределении полов. Что касается Фрейда, в текстах Фрейда также можно найти вот этот термин, который был переведен на французский как «сексуасио», и особо вставляет обратить на себя внимание его работа «Анализ конечный-бесконечный». Можно рассматривать его как завещание Фрейда от одной из его последних работ, в которой самая последняя фраза этой работы является фраза Фрейда о том, что сексуация не может быть ничем иным, как биологическим фактом. Мы здесь встречаемся с Фрейдом-пессимистом, который упирается в то, что называется рук кастрации, рук кастрации для мужчин и для женщин, и говорит о том, что любое лечение упирается, не идет дальше вот этого факта, того факта, что есть вот эта вот, как скажет Фрейд, небольшая разница между мальчиками и девочками. Что же предлагает нам биология? Биология нам предлагает ответ на вопрос о существовании двух полов в природе. Как правило, да, и кроме некоторых исключений, от этого зависит размножение полов, размножение вида. И вот одно из животных, которое не подчиняется вот этому естественному закону, закону природы, является человеческое существо. Почему так происходит? Да потому что из-за внедрения языка, языковой ткани, в живую ткань человеческого существа, его тело теряет свои вот именно анатомические, биологические, сугубо анатомические, биологические признаки, и оно больше отвечает, скажем так, закону символического, чем закону природы, чем зооприроды. Итак, лаканская сексуация – это не биологический факт, да, но это также и не социальный конструкт. Это не социальная конструкция, которая, например, отсылает нас к понятию гендера, да, и актуальных сегодня гендерных исследований, гендер стадис. Значит, и если в термине сексуации слышится отголоски биологии, да, биологическая разница полов, то лишь для того, чтобы подчеркнуть, что выбор, тот самый выбор, о котором мы говорили в самом начале, от человеческого существа между полами, да, он базируется не только на социальных конструктах, то есть не только дискурс окружающий нас определяет, о какого мы пола. И скажет лакан, да, что это за момент, когда, да, происходит выбор пола, да, это момент в большинстве случаев абсолютно мифический, да, и спросим у обычных мужчин и женщин, да, какого пола, здесь нет сомнений, да, и более того, сам вопрос кажется странным, да, я всегда знал, что я женщина, я всегда знал, что я мужчина, да, то есть в большинстве случаев вот этот выбор, да, он покрыт такой завесой мифа, и что это за момент еще раз, да, по лакану, это встреча тела, да, встреча живого организма с означающим. Именно в этот момент происходит выбор. И, например, там, где мы можем заметить, что этот выбор не так уж очевиден, да, не так уж банален, как нам кажется, да, например, это трансгендерные субъекты, трансфексуальные субъекты, да, выборы которых происходят, в отличие от мифического времени, в реальном времени, и в другой манере, да, мы знаем, что трансфексуальный субъект, да, способен дойти до хирургического вмешательства. Мы можем говорить о трех логических тактах сексуации. Значит, первый такт – это анатомическое различие. И потому что уже в трубе матери на третий месяц можно понять полребенка, да, но, соответственно, это анатомическое различие приобретает свое значение только на втором этапе. Второй такт – это сексуальный дискурс, да, на этом этапе приобретает важность анатомическое различие. Каким образом именно социальный дискурс, сексуальный дискурс, да, то есть дискурс, который окружает ребенка, придает вот этому анатомическому различию своего значения, да. Их различают мальчикам и девочкам, да, кто их различает – родители, врачи, воспитатели и так далее. Все те взрослые, да, которые окружают ребенка. То, безусловно, это различие базируется на анатомическом различии полов. Однако именно социальный дискурс придает биологическому полу, да, вот это значение, исходя из анатомической разницы полов. На символическом уровне вот эта разница, да, представлена то, что называется в психоанализе, полическим означающим. Именно социальный дискурс представляет мальчику, девочке, мужчине и женщине социальной и воображаемой идентификации того, что значит быть мужчиной и женщиной, да, именно в плане мужественности и женственности. Откуда исходит это знание, да, социального дискурса, оно исходит, вот, собственно, оно упирается на вот это фаллическое означающее. Значит, мы уже говорили про анатомическую разницу, мы сказали про сексуальный дискурс. Так вот, третьим тактом сексуации является, собственно, сексуация. Да, и можно сказать о том, что лакан со своим концептом сексуации выходит за рамки анатомической разницы полов, но также и различия, продиктованного социальным дискурсом. То есть это не пол и не гендер. Зачем вообще вводится понятие сексуации лаканом, да? Он вводится для того, чтобы выйти из тупика, который был обозначен еще Фрейдом. Как записать два пола, имея только одно означающее? Только фаллическое означающее. Так вот, скажет лакан, одного понятия означающего, то есть фаллического означающего, недостаточно. Необходимо ввести еще понятие наслаждения. Наслаждение, которое относится к регистру реального, так как фаллическое означающее, да, это, соответственно, означающее, это значит, что это регистр неволического. Именно связь между фаллическим означающим и наслаждением и определяет выбор сексуации субъекта. Значит, лаканская сексуация представляет собой два способа, мужской и женский, использование вот этого фаллического означающего. В его связи с наслаждением, еще раз повторюсь, означающее, единственное означающее, которое позволяет говорящему существу определить себя, как имеющего пол, да, вот это сексуэ, это фаллическое означающее, да, то есть здесь нет, у нас нет альтернатив, но альтернатива вводится лаканам в том смысле, что первое, субъект может принять условия игры, там, скажем так, фаллического означающего, то есть вступить в эту логику, фаллическую логику, вступив в это поле сексуальных отношений. Он может согласиться на это фаллическое означающее или нет, да, согласившись на условия фаллического означающего, да, на условия социального дискурса, на то, что предлагает сексуальный дискурс в том числе, да, то есть отношения между двумя партнерами, да, согласиться на это можно также двумя способами, да, мужским способом и женским способом. Значит, еще раз, первый этап – это согласие на вхождение в сексуальное поле, иначе как использовать фаллическое означающее это сделать невозможно, и поэтому мы, например, говорим, что в психозе, да, возможно ли сексуация вообще в психозе, да, когда мы говорим фаллическое означающее, мы говорим о том, что субъект принял на себя условия вхождение в социальный дискурс и, соответственно, так или иначе, да, речи о неврозе. Первый этап, соответственно, это согласие-несогласие вообще на вот эту фаллическую логику, да, то есть, что есть мужчины и женщины, да, что у меня есть пол. Согласиться на фаллическое означающее также можно двумя способами, мужским и женским. Это значит, что мужское наслаждение полностью описывается фаллическим, говоря простым языком. Это субъект, с которым все понятно, да, это субъект, который предсказуем, да, то есть его наслаждение полностью цивилизовано, да, обозначено, означено, записано с помощью фалса. И женский субъект, да, в отличие от мужского, также имеет отношение к фаллическому означающему. Он одной ногой находится там, однако другой ногой, да, элакан как раз будет развивать учение об этом другом наслаждении, не в фаллическом, да, в своем 20-м семинаре, в более поздних семинарах, одной ногой находится в той зоне, которая, собственно, фаллическим не описывается, да. Именно здесь мы можем видеть близость субъекта, который полагает себя со стороны женщины, да. Этот субъект, близок, да, по своей структуре, оказывается ближе к безумию, да, ровно потому что та часть наслаждения, которая не описывается фаллическим, это безумная часть наслаждения, другое наслаждение, о котором мы можем поговорить в следующий раз. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!